Я под все зонтики. Я выбираю зонтик получше сегодня. Да, мы уже теперь все стоим. Скажите, в Солигорске нет таких пробок, как в Минске? Ой, там еще больше. В Солигорске больше и пробок? Угу. Но стоим в пробках вместе, да? Без пробок тоже уже никуда. В Томаске нам еще далеко, конечно. В Тербурге тоже. День без автомобиля. Будете без автомобиля? Вы знаете, такая погода, что навряд ли. Я обычно езжу на велосипеде. День без автомобиля. Знаете о такой акции? Да, слышал. Папа на машине ездит. А как ты думаешь, день без автомобиля? Он машину оставит, пересядет на велосипед, как и ты? Ну, не знаю. Всегда пешком либо на велосипеде? Ищем приключения. Свои железные лошади. Вы сегодня так прогуливаетесь неспешно. А будний день на машине или пешком? Пешком. Ходной, поэтому мухская машина тоже отдыхает. Правильно. Акция. День без автомобиля. Я не собираюсь его брать, этот автомобиль, потому что у меня его нет. И я ее полностью поддерживаю, эту акцию. Ну, вот я, например, как автомобилист скажу, я лично. Считаю, что акцию такую надо в будний день проводить. Конечно, в будний. Потому что, ну, кто туда, кто сюда, поехал на дачу, поехал еще куда-то. И все. А когда будний день, вот тогда уже невозможные пробки такие, что вот лучше провести, конечно, день не автомобилиста, а велосипедиста. А оставите в день без автомобиля свой автомобиль? Он мне сапсовался, взломался. То есть у вас акция день без автомобиля, она уже давно, да? Ну, уже три, три дня. Я, это самое, живу в Соливорске. Там в узкие улицы. И сколько машин на Жихарову больше, чем у Минска. Вот сегодня можно, видите, по техпаспорту и по правам пройти в метро бесплатно. День без автомобиля, это, конечно, хорошо. И выходные, это замечательно. Но наступает новый день, новая рабочая неделя. И гадание на кофейной гуще. А сколько баллов? Сегодня присвоят пробкам в Минске. Понедельник, утро. Сколько времени у вас занимает дорога до работы на автомобиле? Ну, минут. 40. Ваше утро как выглядит? Вы берете, открываете карту или открываете интернет и смотрите пробки, чтобы построить маршрут? Ну, радио слушаю в основном. Радио Минск – самая надежная информация. Хорошо, будем радио Минск слушать. Саша Наивный и Андрей Лисовский по-прежнему в студии Радио Минск. Ну, а теперь информация о дорожных заторах. Места, где движение особенно затруднено. Помка от улицы Притыцкого до Люцинской улицы. По МКАД от Вапшасова до Франциска Скорины есть затруднения и на улице Всехсвятской. Не так давно мы проводили эксперимент, на чем быстрее добираться на работу, все же на автомобиле или общественном транспорте. Можете посмотреть ссылку на видео. Ну, а так как мы все-таки за рулем сегодня, то, пожалуй, проведем эксперимент, как объехать пробки с утра. Для эксперимента выбраны два будних дня, два рабочих дня. На расстоянии толщины газет. Вечерний в Аминск остановился вот на таком. Проедемся по двум маршрутам. Один согласно рекомендациям навигаторов и Яндекс.Пробок. Ну, а также, конечно, рекомендациям любимого радио Минск, который всегда оперативно сообщает обстановку на дорогах. Ну, и второй эксперимент будет. Я поеду по своему маршруту, а сэкономим за счет проезда по дворовым территориям, а также за счет проезда по узким улочкам, которых нету на карте. Сейчас на часах 8.30. Навигатор мне сообщает, что через 28 минут я буду около вечернего Минска. Стоячи в пробках можно вечерний Минск читать. О, зеленый свет загорелся. И двинулись все. Поехали, поехали. Оператор не пристегнут. Мы стоим в пробках вместе, да? О, классно. С шариками. Смотрите, машина. Ноу-хау от минчанина. Вот кто быстрее всех доедет. Он просто взлетит и объедет все пробки. Ну что, навигаторы были правы. На самом деле так оно и есть. Наша дорога заняла 28 минут. Но у меня-то цель сэкономить время. Пусть не бензин. В сегодняшнем эксперименте это можно. Даже приятно ехать. Деревья как аллея. Боюсь, что после такого видеоэксперимента жильцы этого двора меня просто возненавидят, потому что машин здесь станет больше. Это уже не дворовая территория, это улица. Но машин здесь немного. Впереди один лишь светофор. Ну скажу, что вот эти, наверное, 5 километров, что я проехала через проезды и небольшие улочки, они, правда, сэкономили время, потому что не стояла я нигде, исключая только, когда загорался красный свет. Ну что, наш эксперимент удался. Пожалуй, таким маршрутом я буду ездить теперь каждое утро. Хотя чаще всего, повторюсь, я доезжаю до метро и сажусь все-таки в общественный транспорт.